Всем привет! Говорит и показывает Рудник, где стартует матч Липецкой хоккейной лиги между Автоангелом в городе Липецк и хоккейник Липлев Толстой. Ну, я считаю, что Автоангелу в этой встрече необходимо реабилитироваться за поражение от Липецка. Ну, Олег Толстой будет стараться оправдать свои чемпионские амбиции. Напоминаем то, что они выиграли дивизион «Старт». Игра сразу показала то, что команды не собираются отсиживаться. И положение вне игры фиксирует главный арбитр. Убрасывание фабричных у Автоангела был на точке. Ну, и, на мой взгляд, Автоангел или Толстой – главные претенденты на попадание в восьмерку сильнейших. Ну, а по сетке плей-офф, я думаю, мы посмотрим. Игра с шайбой. И 17-й номер начинает атаку своей команды на передаче неточной. Иван Покшин с шайбой. Передача на фабричных. И арбитр останавливает встречу. Сергей Алексеев на точке. Шмаргин пытается отобрать шайбу. Но безрезультатно. Положение вне игры. Не клеится у Автоангела. Ход в зону. Я думаю, их главный тренер Константин Колесников быстро объяснит, как нужно это делать правильно. Шайба в зоне Льва Толстого. Меркулов с шайбой в ход зону. Встречает его защитник Автоангела. Дают играть арбитры. На бросы ворота. Опасно. Хороший хоккей показывает команды. Не скажет, что они довольно-таки долго отдыхали. Бросок поворотом. Вратарь Льва Толстого на месте. Шайба попала в маску. Все в порядке. Брасывание. Игра продолжается. Хватин закрывает зону у Автоангела. Фабричных. Фабричных. Фабричных борется. Прибавил Денис. Ну, в Автоангел просто так никого не борется. Шайба попадает в арбитры. К сожалению, для Автоангела. Это часть всего для Ива Толстого. В каком-то степени. Успели они вернуться. Пытался перехватывать чайбу в центре. Но Попчин навязал борьбу. Нужно бросать. Передачу отдал игроку Толстого. Неплохо задумывал, но, к сожалению, не хватило мастерства. Неплохо. Ну да, чтобы контратаку не получить на свои. Другого варианта, в принципе, не было. Автоангел ходит в зону. Бросок поворотом. Опасно. Скажем, по стеростям не скажут, что в свое время был старт и любитель. Шмаркун высоко поднял кузечку, но арбитр промолчал. Ну, в принципе, на то он и арбитр. Ему все виднее, и они знают свою работу получше, чем я. Шмаркун с шайбой. Передача на партнера. Опять Шмаркун. Пытаются начать хоккеисты во Толстого свою атаку. Ход в зону. 63-й номер во Толстого. Сергей Шмаркун, номер 10. Борьба на пятаке. Иван Покшин подбирает шайбу и начинает атаку Автоангела. Накрывает его защитник. И Автоангел снова с шайбой. Нужно бросать бросок. Еще бросок. Бой. Ну, в принципе, тут, дорогие друзья, было понятно. Класс Автоангела, он сказывается. Семь минут сыграли, а 1-0. Папричник на точке. Лифтался с шайбой. На мой взгляд какая-то неразбериха. Между защитниками была. Нужно выйти. Либо Толстого было вне игры. Напортачили в обороне. И Павел Непушкин подобрал шайбу. Но нет, Лев Толстой выбрасывается. Непушкин прессингует. Шайбу 92-го номера. Брасывает ее в зону. Бросок опасно. Дают откровенно играть. Арбитры. Бросок опасно мимо ворот шайбы пролетают. Еще бросок. Евгений Чичкарев не сумел украть шайбу. И игра продолжается в зоне средней. Берестин входит в зону. Набирает скорость. Встречает его игроки Ива Толстого. Набирает игрок Ива Толстого. Скорость и мастерки обходит. Ну, нужно бросать. И шайба у вратаря. Стычка. Что скажут судьи? Поговорили. И разошлись, как море корабли. Сбрасываем. Бросок. Но защитники на месте. Сергей Шмаргун. А здесь защитник Ива Толстого. Спак. Но ошибается. Ошибся. Но отобрал шайбу. Шайба у вратаря. Тем временем 10 минут 25 секунд. Сыграли команды. Даже уже в 10.30. В первом периоде. Бросок. Бросок поворотом. Автоангелы. Неожиданно. Сергей Шмаргун. Передача на 75-го номера на Меркулова. Ошибка. Чичкарёв. Передача на Покшина. Покшин 1-0. Косок. Вратарь на месте. Чичкарёв. Грубо сейчас сыграл. И арбитр Петешёв. Показывает подножку. Чичкарёв. Грубо сейчас сыграл. И арбитр Петешёв. Показывает подножку. Сбрасываем в зоне автоангела Сумеют ли реализовать Лифтолстовцы Лишнего Посмотрим Диагональная передача Точно в крюк Как учили в школе Раскатывается вверх Толстой Нашибается защитник Теряет клюшку в руках Толстого Поднимает его Делает диагональ На своего Вход в зону На пятак Можно играть Побричник отобрал шайбу На Непушкин Непушкин бросок На вратарь на месте Передача Начало атаки Льва Толстого Разбегается Не было ли там силового приема? Нет, не было Вне игры Касания шайбы Не было Подожди Назад вернись Жестко, но по правилам Уграют команду Не точная передача Игрока Льва Толстого Катится шайба К воротам и камни И вратарь В уголок Клюшечка Куда-то Хокшин с шайбой Передача в касание На Беляева Беляева бросок Заворотами шайбы Бросок Опасно Покшин с шайбой Иван набирает скорость Но встречает его игрок Льва Толстого Наброс опасно Шмарбун передача Дальше Прочитал Защитников Тангелов Эту комбинацию Беляев Шайба в чужой зоне Фатин и Непушки Превородили Но нет Для Толстой Шайбы в чужой зоне Что же они будут Делать Нужно бросать Бросок От пасна В принципе Грамотно Все делают Ребята Но к сожалению Шайба не идет В воротах К сожалению Для них К счастью Для автоангелов На месте Играуки Передача Толстого Денис Фабричных На точке Лев Толстой Начинает Свою атаку Бросать надо было Шайба не попала В крюк Неплохо Чичкарев Накрыл игрока Лева Толстого Не дал Потому ничего сделать Не пушка На чичкарево И автоангел Размашистый Начинается Передача по борту Фабричных Не сумел Развернуться Но перехватил Шайбу В чужой зоне Иван Покшин Подбирает Шайбу Передача На фабричных Фабричных Нужно бросать Нет Делает передачу Довольно-таки Живая игра У нас есть Дорогие друзья Фабричные Не поняли Они с Покшином Два в два Передача Бросок Гол Шикарный гол Забивает Нападающий Лева Толстого Просто Шикарный Гол Вратарь Просто На мой взгляд Он стоял Смотрел Хоккей По той простой причине То что он не видел Броска Никаких претензий Я думаю Такие И Красных Не взял бы Сергей Сергей Смаргун Факт Бросок Бросок Шмаргун Шмаргун Вот так вот защитники автоангелов Промаржали Нападающего Лева Толстого А тот спокойно взял И бросил И 2-1 Лев Толстой Кто бы мог подумать Последняя минута первого периода У нас стартует Судья Информатор Меня продублировал Фабричные Интересно Будет ли Лев Толстой Показывает Нужно бросать Бросать нужно Передача Опасно Что творят ребята 3-1 Лев Толстой Что они творят Не понимаю Посыпались Ангелы Ну а сейчас Перерыв Еще 3-1 В пользу Льва Толстого Началась Вторая 20-минутка И шайба В зоне Льва Толстого Шмаргун У борта Сергей Шмаргун С шайбой Остановился И думает Какое решение принять В принципе решение Довольно-таки Грамотное Неправильно По бортику Чужую зону Диагональ Это втангела Но нет Борьба У борта В принципе Лев Толстой Может сейчас Проповедовать Игру Сборной Финляндии Набросный Питак На месте Врата Лева Толстого Промахивается Паша Бирок Автоангел Еще раз Промахивается Но все же Сохраняет И входит В зону Расставляют Игроки Но нет Что он будет Первым Сергей Шмаргун С шайбой Что он будет Делать Евгений Шичкаров Ушибаемся Не смог Отработать Шайбу И шайбу Спокойно Неожиданно Довольно Такий Щелк Но По делу Отдал Питак Получи Два Гола Наброс Все Наполадает Защитников Фабричник Шайбой Выходит Шайба За пределы Поля И Андрей Петешов Устанавливает Встречу Три минуты Сыграли Команды Сбрасывание Шайбу Выграл Не жалеют Друг друга Игроки Не жалеют Качественную игру Показывают Команды Шайба В зоне Автоангела Автор Голевой Передачи 17 номер Отдает На 88 номер Борются Борются Не хотят Выпускать Пичкарев Фабричный Мист Гол Ошибка В бароне И Шек Сдал 3-2 Марвун Забрасывает Шайбу В зону Пытается Отобрать В игрок Два Толстого По-дому Все тренера нет Беляев Я думаю Голы Мы еще увидим В этом матче Я думаю В принципе Не один Шмаргун Ошибается А вот За это В спортшколе Сажают В пятую Пятерку И слава богу То, что Ничего не произошло Для Льва Толстого Павел Непушкин Пытается Помочь Партнеру Нужно бросать Бросок Не стесняются Команды Бросать Непушкин Прессинговал Откидываются Игроки Льва Толстого А Автангел Тем временем Начинает Свою Атаку Пабличный Показывает Да мне Но нет Пас по центру Шайба В зоне Льва Толстого Вышла Шайба За пределы Площадки Здравствуйте В зоне Льва Толстого Пабличный Хуже Отрабатывает Мысленно Как он будет Выигрывать Шайбу Мы посмотрим Игрок Льва Осталось Что-то Застикулирует Пабличный Шайбер Тружит Виражи Думает Что все дело Передача На партнера Это Евгений Чичкарев Ошибается Покшен В отборе На шайбу Льва Толстого Передача За ворота Не прошла Шайба До Нападающего Толстого Могло быть опасно Нужно пасть Делать Все правильно Но не точно Сыграл Нападающего Толстого Номер 88 Попричный Перехват Опасный момент Вот если честно Я не заметил Как прошло 27 минут Встречек Все в динамике Все бегут И это правильно Пересня Бросок ему подсказывает Эту шмарбу Накрыл Но нет Еще бросок Насел автоангел На ворота Бросок Пожар в обороне У Льва Толстого Выбрасывают шайбы Однесемчане И 63-й номер Пытается рубиться С двумя Игроками автоангела Но не пошли Передача На 92-го номера На своего партнера Пытается автоангел Отыграться Пытается Неточная передача Фатин Шайбель Береснев Береснев Вход в зону Но встретил его защитник Льва Толстого И отбрасывает Птичкарев Падает Но судья молчит Неточная передача Игрока Льва Толстого Закрыл зону Это был 60-й номер Бросок Спокойно катают Шайбу Игроки Два Толстого Нужно бросать Бросок Но нет Фабричных 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 Сам борется Можно играть Можно играть Положения в ней Игры нет Павел Непушкин Шайбель Ушел на юраже Это оппонент Передача Ничичкарева Ничичкарева Думает что делать Но нужно бросать Готовит бросок Но это не точно Накрыли его Защитники Мастеровит Сейчас Обрабатывал Шайбу Нападающего Толстого А не школьник ли он Если разрешил И не школьник Передача За спину Продолжать Атака Бросок Но это не удивительно Класс Есть Класс Беляев Забил С пятака Передача Касания Не точна Забрал шайбу Нападающего Толстого Гасок На мой взгляд Рубка Уже начинается Нечего Терять Игрокам Покс Он должен Подбирать Шайбу Ну что он и делает Бежит 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 Выиграл борьбу Нападающего Тоса Бросок Не точно Делает вираж Роняет Игрока Автоангел Арбитр показывает Встаем Фабричный шайбер Штанга Я пожалуй Помолчу Штанга номера в танго в шайбу бросок опасно выбрасывать шайбу ли в толстой возможно 2 в 1 дай наш маргуна наш марган поехал дарис не под зону один в ноль дала вратарь на месте в размин пошли команду соглашусь с арбитра скажем так кто кого шайбу вратаря авто ангела 80 закрыл зону игрок на толстого бросать надо никто не мешал алексееву если вспомнить в прошлый сезон я не удивлял то что он забил с этой точки потому что сергеев человек который дальние я забил только не мешать неплохой гол мы сейчас увидели в исполнении моих и десантин да ребята я сольва толстого вот точнее корни оттуда что будет что он творит что он творит я понять не могу как пионеров я не знаю авто ангелу нужно что-то делать фабричный не зря он получил в матче с любой лучшего игрока на мой взгляд он и сегодня на ведущих ролях у авто ангела начинает авто ангел свою атаку фабричных из стихла серёга передача диагональ неплохое впечатление производит это называется отдохни задавить меня массой да нет более скажем так жилистым оказался нападающий льва толстого фабричных фабричных смотрела пятерку льва толстого сейчас такие к сожалению для них хорошие качели мы наблюдаем а между тем осталось как вы думаете сколько осталось у нас 3 минуты 30 секунд второй 20 минут алексеев борется резиновый опушены с اب Kathar ночами ногами 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 догнать сергей шмаргун должен быть у шайаевым передачный партнера Кружат Сергей Алексеев, бросок, шмаргум и вернулся Наброс на пятак, но нет никого Сергей Алексеев Не точно выбросил шайбу Бросок по кушину Вилотарь на месте Закрыл зону Ну и сможет Нет, не смогли А хотя Опасная ситуация На пятак Нет, отдал шмаргуму Шайба в уртаря Да, качели по игре, качели по счету Первый период Выиграл ли в Толстой 3-1 Второй период выиграл Афтангель Тоже 3-1 Пока выиграл Повожу прощения Передача 17-й номер 2 Толстого Трессингуют его фабричный Трессингуют его фабричный Трессингуют его фабричный Трессингуют его фабричный Фабричник с шайбой на Покшина Покшин на пятак, но никого Три секунды осталось Покшин Бросок мимо Приятно смотреть, какой хоккей Показывают команды Шайба в зоне Льва Толстого Прошу прощения, Автоангела Алексеев Нужно бросать Нет Возит ее с шайбой Сергей Вираж Пожадничал, но нужно было попробовать кому-нибудь ее отдать Своему партнеру Хотя ему виднее Осталось шайба в зоне Позиционные атаки Игроки Автоангела Набросы ворота Алексеев Сучкарев Перехватил передачу Опасно И бежит на Толстой вперед Покшин Шайба На фабричной Стали в зоне Игроки Автоангела Не сумел обработать игрок Автоангела Шайбу Могло бы быть все опаснее Фабричной Шайбой Бросок На мой взгляд Обричный Не пушкин Бросок Воротарь на месте И орбиты Останавливают Встречу Сыграли 4 минуты 3-е 20 минут в команду не сумел игрок для толстого выбросить шайбу не пушкин закрыл зону бросок в этой на месте не пушкин и так обороняются враги на толстого мастера вид игроки авто ангелы драли в лучшую игру это номер третий перец но нет передача непонятно что делал урок авто ангела в этой ситуации бросок отличный бросок все зрячая не знаю что не хватило галки перу авто ангела но я думаю концовочка будет очень интересно играть ведь осталось 15 минут и время тает для авто ангела от ялева толстого она будет пинуться как кисель хватин с шайбой встречает его нападающего по толстого фабричный и спокойненько игрок его толстого выбрасывает шайбу а в зоне уже нападающий льва толстого фабричный откинулся прошу прощения отбросился евгений чешкарев шайбой напокшенный на перехват алексеев толчок прошу прощения был не алексеев накаляется градус матча на пятак не дошла шайба до нападающего льва толстого фабричных можно играть неплохо сейчас исполнил денис чешкарев шайбой передача на фабричных фабричных напокшина иван с шайбой фабричных сергей алексеев перехватил думает что делать сергей шмаргун с шайбой алексеев не пушкин шмаргун нужно бросать правильно делал сергей но шайба не попала в ворота она прошла рядом со штангой борьба 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 в углу площадки не спешат игроки льва толстого не спешат но это и понятно пусть спешит автоангел нужно выйти из зоны игроку льва толстого можно играть ошибается 75 но нет пытается вернуть шайбу шмаргун ошибся павел не пушкин на пятак шайбу вратаря сыграно 8 минут 50 секунд третий двадцатиминутки фабричник на точке у автоангела неудачно выбросил игроку толстого шайба но сохранил ее ошибка чуть сами себе не привезли выбрасывать надо фатин пытается завладеть шайбой но его прессингует нападающий льва толстого высоко играют льва толстой фабричник шайбой покшен накрывают борьба шайба вышла из зоны дидис фабричник шайбой три игрока льва толстого на своей 10 минут ровно сыграли команда третьем периоде вязкая борьба при входе в зону его толстого так смотрим что будет дальше борются борются закрыть зону отлично бросать надо бросок на ворота чуть-чуть и счет мог стать 6-4 интересно какие мы наблюдаем очень интересно стараются команду или в толстой стараются что автоангел не пушкин набирает скорость чтобы делать павел на пятак и бежать бежать на мет не пушкин фордиона встречает его разошлись с вратарем спокойно хоть и столкнулись извинились друг перед другом так оно и должно быть так учили по борту ее нарушение подножка показывает арбитр встречи выиграть надо сбрасываем его толстого расставились редко такое видишь в любви бросок опасно шмарун шайбой передачный партнер шайба осталась в зоне неудачный наброс сошла шайба фабричность чичкарев сзади сергей шмарун шайбой ошибается бросать нужно на месте уголки первого толстого на месте все думают что делать спокойненько так на партнера разбегается лев толстой входит в зону атаки борется игрок лева толстого на фабричных первый без фола нужно отобрать шайбу один фокшин вратарь на месте драка или не драка алексей спокшин обоюдно за грубость удалены фокшины алексеев 4 на 3 4 на 4 я думаю будет интересно 5 минут до конца встречи передача точно павел не пушкин вышла шайба из зоны павел не пушкин вошел в зону бросать нужно накрывать защитник все правильно сделал игрок лева толстого шайба в зоне автоангела передача наброс на пятак ошибается нападающего толстого на пушкин на беляева бросок бросок был такой же силы что шайба улетает своим воротам а вот за это можно и 10 минут получить 3.30 до конца и 15 секунд до конца штрафа и команда будет играть 5 на 5 потерял шайбу из виду а это фабричный накрыли его борьба у борта беляев вышла шайба из зоны льва толстого лукин принимает шайбу ошибается опасно мимо ворот шайба пролетают остановил реферин встречу неправильная атака на мой взгляд лучший игрок встречи отправляется на 2 минуты встали в зоне игроки льва толстого ловят на смене планет штанга удаление толчок соперника клюшкой вдавляет Сергей Алексеев тайм-аут лев толстой будут думать как отбиться на этот тайм-аут если честно на пользу Константину Колеснику который сейчас объяснит своим игрокам как нужно действовать в этой ситуации а играть нам осталось 1 минуту 24 секунды контроль выиграл шайбу автоангел набросный пятак вышел шайба замудрил защитник льва толстого на нападающий выбрасывает шайбу номер 92 встретил отобрал 5 на 4 побежал вратарь автоангела 6 на 4 фан 5-5 5-5 8-7 голда 90-го вратарь дошел 高 погром друж Initия так полном это построение Покшим поменялся с фабричных. Вбрасывание. Нужно бросать. Мимоворот. 8 секунд. Кажется, будет овертайм. Время. Покшим поменялся. Второй овертайм с участием автоангела. Будем посмотреть. Алексей, фабричных на точку. Напяток. Павел Непушкин, фабричных шайбой. И побежал Денис. Бросок. Фабричных сохранил шайбу для своих партнеров. Передача. Сергей Алексеевич, шайбой. Силы уже нет у игроков. Тяжелой. Приходится. Непушкин зашел в зону. Ждет партнеров. Один в ноль. Сделал автоангел вывод. Но, к сожалению, Гарьева Толстого в таком матче они терпят положение. Всем спасибо. Всем пока.